Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и я возобновляю свою рубрику «Ответы на вопросы». Важнейшая новость этой недели – это то, что я осталась на Бали, на этом прекрасном тропическом острове, одна с двумя детьми, потому что Дима улетел в Россию получать паспорт. Я немножко выпала из информационного поля на этот месяц, потому что я сама переезжала, это было тяжело – бросить дом и уехать в другую страну. И сейчас я постепенно вливаюсь в колею, я начинаю ходить в спортзал, вожу детей в школу, начинаю работать, прописываю свой курс «Мастер плюс сарафан» и усердно готовлюсь к вебинару «Гиперреализм за три часа». Поэтому в описании к этому видео будет ссылка на оплату, скорее оплачивайте. 25 января, в мой день рождения, я проведу этот вебинар, где за три часа я научу вас, я расскажу вам абсолютно все о том, как добиться гиперреалистичных бровей. И также я на этом вебинаре расскажу вам о своем курсе, который готовлю «Мастерство плюс сарафан». Это будет очень интересно, это будет очень продуктивно для вас, и для меня, конечно, тоже, потому что целыми днями сейчас я готовлюсь к этому. Итак, поехали отвечать на ваши вопросы. «Можно ли делать брови минералом, если клиент с небольшим остатком после органики?» Ну, во-первых, в 99% случаев вы не будете знать, чем работали до вас. Если это ваша работа, и вы точно знаете, что там был минерал или органика, вам кажется, что вы можете на что-то влиять, выбирая пигмент или марку пигмента, я спешу вас расстроить, что нет смысла в этом абсолютно. Потому что в первую очередь вы должны смотреть на то, как выглядит пигмент, то есть он теплый или он холодный, там заглубление, или что-то, что нужно исправить. И когда задается такой вопрос, я подразумеваю, что мастер пытается предсказать, а можно ли, например, работая минералами, которые краснеют со временем, предотвратить вот эту вот, или нивелировать вот ту серость, которая к нему пришла, то есть продлить для клиента срок носки бровей. На самом деле наши минеральные пигменты не краснеют со временем. Если у вас есть какие-то пигменты типа аквы, которые, я не знаю, может, они уже изменили рецептуру, но раньше они краснели спустя примерно полгода. И в этом случае можно предположить, что да, вот вы по серому остатку, если поработаете аквой, то она начнет краснеть со временем, когда будет выходить из кожи, меняться, и таким образом снизу проступающая серость будет нивелирована. Но я не знаю вообще, например, до сих пор есть ли, существует ли аква, она прошла, может быть, ребрендинг, ведет ли она себя так же. И я не рекомендую вам пытаться понять или спрогнозировать поведение пигментов именно с точки зрения это минералы или это органика. Плюс чистой органики, как вы понимаете, не существует. Все-таки пигменты гибридные, оксиды железа есть и во всех гибридных пигментах, в том числе и наших. Поэтому на самом деле производитель уже постарался усилить сильные стороны и нивелировать слабые стороны пигментов, то есть минералов или органики, соединив их в определенной пропорции, с определенным растворителем и так далее. И когда вы смешиваете пигменты абсолютно разных марок, минералы чистые и, например, гибриды, я не знаю, от чего пытаются мастера добиться в этом случае, потому что вы нарушаете как бы ту самую рецептуру, над которой работали химики, такие вот как у нас, например, в лаборатории работает химик, и у нас есть задачи определенные, мы пытаемся их добиться, и создаем уникальные какие-то растворители, в которых растворяем краски, пигменты, органически, неорганически, вот над этим мы работаем, и когда вот она создана, эта идеальная краска, зачем менять ее состав, тем более, что вы не химик, и смешивать, пытаться с какими-то другими марками, с другой основой, возможно, поэтому я никогда не рекомендовала это делать. Когда перед вами зажившая работа, вы можете работать любым цветом, просто прогнозируя, как этот цвет себя поведет. Это может быть цвет-корректор, это может быть какой-то прям очень теплый цвет, который вы положите на холодный остаток, который к вам пришел, или это может быть, наоборот, холодный цвет, который вы положите на теплый остаток, который к вам пришел, и вот на это я вам рекомендую обращать внимание, а не на то, что это гибрид или минерал, а что будет, если я их смешаю. Ничего не будет, если вы их смешаете в коже уже, ну, то есть положите на какой-то заживший старый результат, какой-то новый пигмент, и ничего хорошего, скорее всего, не будет, если вы начнете мешать, например, в капсе. Минеральные пигменты одной линейки, гибридные пигменты другой линейки, я не рекомендую вам это делать. Здравствуйте! Работай теплым брюнетом. Добавляю несколько капель брюнета в зажившем виде, краснотой отдает. Может подсказать, как решить проблему. Если у вас отдает краснотой в зажившем виде пигмент, то это значит, что у вас очень легкая рука, вы работаете поверхностно и вы молодец. Берите смело холодные цвета, потому что они просто называются холодными, на самом деле они не такие какие-то прям супер холодные, ледяные и вы прекрасно можете работать ими. Брать теплые оттенки всех видов наших красок, вы можете, если вы планируете работать на очень толстой коже и понимаете, что пигмент будет лежать глубоко, или если вы что-то перекрываете, например какой-то холодный остаток, вам нужно сделать его теплее, вы знаете, что у вас легкая рука и вы можете взять естественно теплый брюнет, пройтись поверхностно и пигмент благородно красиво изменится. Но в чистом виде очевидно, что вам нужно работать просто прохладной линейкой из наших пигментов и у вас вообще не будет проблем, именно потому что полупрозрачно и поверхностно уложены теплые оттенки естественно выглядят слишком теплыми, потому что у них красно-оранжевая или желто-оранжевая или желтая основа. Вы можете работать, соответственно, прохладной линейкой и будет вам счастье. Такой вопрос и трешак очередной. Девочки, что делать с бровями? Помогите, пожалуйста, удалять не будет. Меня очень умиляет, когда вот так вот категорично клиенты заявляют, что удалять не будут. И если они мне сказали бы такое, придя ко мне на процедуру, я бы сказала, хорошо, ходите дальше или ищите другого мастера, я работать по таким бровям не буду. И всё, также категорично. Чаще всего они тут же меняют свое мнение, соглашаются на удаление. И, наверное, каждому мастеру перманентного макияжа нужно работать с возражениями более уверенно и отказывать также более уверенно. Потому что если такое перекрыть, во-первых, синий-зелёный цвет, во-вторых, некрасивая форма, в-третьих, пластилин, то есть это очень много краски в коже и красиво здесь не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому либо отказывайте уверенно, не берите на грех на душу, как говорится. Я вот вижу, например, по моему опыту удаления лазером, после одной-двух процедур такие брови обычно становятся полупрозрачными и песочными, потому что это старая очень краска, потому что, скорее всего, будет инверсия цвета и огромное количество информации есть у Виталика Микрюкова про удаление лазером, как правильно удалять лазером и бояться после вот такого удаления клиент не будет. И вы можете, кстати, держать портфолио удалений и даже, может быть, снять отзывы клиентов или работать с проверенным мастером, которым будет удалять без рубцов, без ожогов, без повреждения кожи и, соответственно, смело к нему отправлять своих клиентов и ждать их назад с кожей неповрежденной для того, чтобы вы могли работать. Короче, с возражениями клиента нужно работать, нужно показать им, что процедура удаления лазером длится пару минут, достаточно терпимо и после нее нету никаких кошмарных последствий. Отвлекусь опять, у меня есть знакомый, которому я рассказывала про перманентный макияж, и он мне говорит, это вот ты занимаешься вот этим, вот эти ужасные. Я говорю, не, не, подожди, подожди. И показываю ему то, что я делаю. И он говорит, обалдеет, так вообще бывает. Я говорю, слушай, просто качественный перманентный макияж ты не видишь, ты видишь трешаки. То же самое, когда люди задумываются про удаление лазером, они лезут в интернет и чаще всего видят негативные какие-то отзывы и трешаки, потому что они тоже случаются, удаляют с волдырями неумехи, удаляют с повреждением кожи, с килоидными рубцами и так далее. И это, конечно, вселяет страх клиентов, и они предпочитают перекрывать год за годом, чем идти удалять. Поэтому, наверное, надо образовываться, надо правильно учиться удалению лазеров и надо клиентам объяснять, что-то не так уж страшно, потому что в их интересах быть красивыми, а не быть вот такими перекрытыми с ужасными какими-то формами. Вы можете, кстати, один единственный кейс, который вы создадите, возможно, бесплатно, это как идея для вас. То есть вы берете кого-то с трешаком, вы качественно удаляете у себя или у кого-то в вашем городе у специалиста, и вы потом делаете классную процедуру и берете отзыв. Все это вы делаете в течение, не знаю, трех-четырех месяцев или, может быть, полугода, и зато у вас есть кейс, который вы покажете на планшете или на телефоне, или отправите клиенту, который сомневается и не хочет удалять, присылает свои фото, вот как здесь, скорее всего. И он поймет, что можно вот так прекрасно выглядеть в конце, после удаления, что удаление это не страшно, и что в его интересах удалить, а не ходить вот с этим трешаком. Если после этого клиент категорически отказывается, то вы тоже, в свою очередь, имеете право категорически отказаться с ним работать, даже если это ваш родственник или ваша подружка. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Тут же у меня есть вопрос про удаление. Мастер пишет, может кто-то сталкивается, клиентка не указала, при заполнении своих данных о килоидах, после удаления образовались килоиды. Что бы вы порекомендовали делать в этом случае? И тут, конечно, жуть, потому что в головках бровей образовались килоидные рубцы, очень некрасивые, очень большие. Килоидные рубцы, с ними работать может только косметолог, ни в коем случае не мастер, ничего с ними сделать нельзя, пока кожа в состоянии вот этого роста рубца, и это надолго. И это значит, что удалялись, скорее всего, брови очень травматично, с ожогами, с повреждением кожи. И темная кожа, как здесь, вот здесь, скорее всего, афроамериканка, или афро, ну, короче, с черной кожей клиентка. И черная кожа очень часто реагирует более агрессивно на удаление, естественно, потому что в ней много своего пигмента, который делает ее темной, и удалять нужно крайне осторожно и с опаской, скажем так. Потому что плюс еще после, я много раз это видела у своих студентов, после удаления или после перекрытия, например, губ, когда пытаются откорректировать при помощи светлых, оранжево-розовых цветов губы, случается еще и гиперпигментация. Ну, потому что просто темная кожа ведет себя вот так, с ней работать более опасно, нужно работать с ней более атравматично, более нежно, более поверхностно, воздушно и уж на лазере, тем более, вообще без повреждения кожи. Очевидно, что на минимальных настройках мощности и на максимальном удалении от кожи клиента, чтобы ни в коем случае не было рубцов и повреждения кожи и волдырей. Это, конечно, жуть, потому что килоиды прямо вот в этих местах. Косметологу отправлять, есть куча средств у косметологов для того, чтобы эти рубцы сгладить, убрать, уменьшить, сделать менее видимыми, и это явно должен делать доктор. И опять сообщение, кто-то уже работал по слой на разными красками, один проход гибрид, а потом минералы. Всегда мне интересно, какой в этом смысл. Вот даже просто представьте себе первый проход гибрид. Если даже вы отпустите клиента, вы же не уверены на 100%, что вы положили именно на правильную глубину пигменты, он там весь останется, и вы можете прогнозировать на 100%, как он себя поведет, для того, чтобы потом положить сверху минерал. Зачем? У меня вопрос всегда, зачем? Какую цель мастер преследует? Я рекомендую работать одной краской, я рекомендую работать долго, чтобы понять, как она себя ведет, как она заживает, как она ведет себя на коррекции, как она ведет себя на обновлении, и потом в соответствии с этим менять уже краску на какую-то другую. Либо иметь у себя в арсенале, например, гибриды и минералы, и на разных кожах, для разных случаев и разных ситуаций выбирать краску, зная уже тоже, как она себя ведет. Потому что даже очень опытный мастер, беря в руки краску какую-то новую для себя, он может ошибиться в работе с нею. По сообщению судя, я понимаю, что мастер не с самым большим опытом. В стадии экспериментаторства, я думаю, все стадии это проходили, но я вам рекомендую учиться на чужих ошибках. Я очень много рассказываю в своих видео о том, как я работала, и в прямых эфирах я совершаю ошибки, о них рассказываю. Смотрите, берите чужой опыт, нет смысла экспериментировать, когда так много информации вокруг вас. Поэтому работайте одной краской на процедуре, чтобы быть уверенными, что пигмент в коже вел себя вот так. Именно не потому, что там что-то смешалось, разные совершенно краски разных производителей в коже, и вы не знаете, что повлияло на то, как зажили брови вашего клиента. Чтобы вы могли прогнозировать, работайте одной краской. То есть, либо минералами, либо гибридами на одной процедуре. И в соответствии с тем, как зажили брови вашего клиента, выбирайте уже на коррекции что-то может быть другое. Подскажите, пожалуйста, клиентка собирается на лазерное удаление волос, на верхней губе это может повредить перманент, и что делать? Да, это может повредить перманент, это может вызвать ожог, но что делать? Просто тщательно закрывать ватным диском или какой-то белой плотной бумагой, или я видела, закрывают какими-то специальными керамическими такими штуками типа лопаточек. Просто тщательно закрывать. Также всякие процедуры типа BBL, это такая процедура воздействия световое на кожу. Лично у меня было такое, что косметолог зашла манипулой мне на губу, и мне было очень больно. Ожога не было, цвет не изменился, но просто очень некомфортные были ощущения. Естественно, косметолог должен знать, что там перманентный макияж, клиент должен знать, что на перманентный макияж воздействовать никак не нужно лазером попадать, ни в коем случае тщательно закрывать, и вы должны об этом предупреждать. И также это касается бровей, и, например, такой процедуры, как карбоновый пилинг, которым многие мастера балуются и нечаянно заходят на зону бровей. Если это свежий перманентный макияж, например, сделанный гибридами, то вас ждет разочарование и жесткая инверсия в какой-нибудь рыжий или оранжевый цвет, потому что чаще всего карбоновый пилинг делается на небольшом расстоянии. Это тот же самый лазер, которым брови удаляют просто с другой насадкой, и, скорее всего, появится круглое желтое пятно или оранжевое на брови, которое будет сложно исправить. Поэтому тщательно закрывайте брови вашего клиента во время карбонового пилинга, либо предупреждайте его об этом, чтобы он трясся над ними и не дал косметологу испортить вашу процедуру. Ну и последний вопрос на сегодня. Смешной. Я читала, но не могу найти вопрос про закрепитель цвета для пигментов. Некоторые производители продают такой. Очень много существует всяких вещей, которые продают и которые ни на что не влияют, но мастера скупают их. Я в чудеса не верю, про закрепители цвета тоже, я считаю, это ерундой. Возможно, это какая-то заживлялка, увлажнялка, но на самом деле на то, как останется, в каком количестве цвет останется в коже, влияет только то, на какую глубину вы его внесли и какой иммунитет у вашего клиента, то есть как сильно он вытолкнет пигмент. Боже, если бы мне попался в руки такой закрепитель цвета и мне было бы интересно, я бы не задавала вопросы в чатах, потому что там сидят такие же в основном мастера, как и я, условно, которые также мало знают про эти закрепители цвета. Я всегда делаю эксперименты, то есть вы можете, например, какую-нибудь наштриховать полосочку у себя на руке многострадальной, вот как у меня тут все и штриховано, или, например, сделать брови кому-нибудь и попросить одну бровь мазать закрепителем цвета, а другую бровь не мазать. Ну, короче, как-то проверить, проэкспериментировать и просто самостоятельно убедиться в том, это работает или нет. Мое мнение, что это ерунда и кто-то просто продает какие-то жидкости, на которые вы тратите деньги, считая, что это поможет закрепить вам результат. А если вдруг я ошибаюсь, у вас есть потрясающие результаты о том, что это работает. Знаете, я за то, чтобы всегда была какая-то доказательная база, то есть это должно быть доказано проведением каких-то исследований, они должны быть где-то напечатаны. Если это есть, пришлите мне, я прочту и выпущу опровержение. А если это просто какой-то производитель, который утверждает, что его закрепитель цвета работает, это шикардос, я не верю. Я этому не верю и вас призываю не вестись и не покупать всякую бодягу, не знаю, что это такое, и платить за воздух-пузырьки. Всем спасибо, что вы были со мной. Пишите мне обязательно вопросы, потому что на самом деле моя рубрика может скоро закончиться, потому что в нашем чате вопросы повторяются. А как выбрать цвет? А как подобрать? А вот сюда какой цвет пойдет? То есть на такие вопросы я отвечать, конечно, не собираюсь, потому что у меня есть куча видео, в которых я рассказываю, как выбирать цвет. У нас есть приложение, которое работает, и вы можете прекрасно сфотографировать вашего клиента, и оно подскажет вам, в зависимости от толщины кожи, от цвета кожи, от техники, от возраста, от многих факторов, какой цвет выбрать в конкретном случае. Я призываю, на самом деле, не опираться на мнение незнакомых вам людей, которых вы спрашиваете, какой выбрать цвет, потому что эти мастера также могут ошибаться, они могут вам давать рекомендации в соответствии с тем, как они работают, а это не равно тому, как вы работаете. Поэтому накапливайте свой опыт, образовывайтесь, смотрите мои видео на YouTube, подписывайтесь обязательно на канал и присылайте интересные вопросы и случаи из вашей практики в наш телеграм-канал. Все ссылки будут в описании к этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok